Смарт-ридинг. Ценные идеи из лучших книг. Подсознание может всё. Автор Джон Кеха. Наши мысли — одна из самых тонких и динамичных энергий, способных менять мир вокруг. Это объясняет материализацию наших страхов, воплощение заветных желаний, открывает перед нами безграничные возможности. Только задумайтесь. Вы сами можете создавать собственную реальность. Просто изменив свой образ мыслей, закладывая в подсознание нужные установки, вы измените свою жизнь. Некоторое время назад это казалось невозможным и фантастическим, но теперь наука серьёзно исследует данную тему. Всё в мире взаимосвязано, и позитивная энергия наших мыслей приводит в движение целую энергетическую сеть в результате вся Вселенная помогает нам в достижении наших целей. Чтобы управлять автомобилем, совершенно не нужно досконально знать, как он устроен внутри. Также и для того, чтобы правильно использовать своё подсознание и создавать при его помощи собственную реальность, нет необходимости разгадывать все ещё неизведанные тайны нашего разума. Достаточно правильно работать с подсознанием. Джон Кеха делится с нами результатами своей 25-летней практики и преподавания. Его ученики и слушатели становились чемпионами, миллионерами, начинали преуспевать во всех сферах жизни. Из саммари вы почерпнёте много практических советов и упражнений, позволяющих продуктивно общаться с подсознанием. Вы узнаете о том, что визуализация и молитва — это не абстрактные размышления или религиозные акты, а направление внутренней энергии в нужное вам русло. Вы поймёте, что интуиция и сны — это язык, на котором подсознание говорит с вами. Вы настроитесь на сознание успешного человека и научитесь выбирать правильные установки для вашего мозга. Начните уже сегодня менять свой образ мыслей, эффективно общаться с подсознанием, и вы с восторгом увидите, как меняется всё вокруг. Примите ответственность за свою жизнь на себя. Всесильное подсознание ожидает ваших указаний и примет их к исполнению. Все мы являемся частью Вселенной. Мы — часть Вселенной. А Вселенная — бесконечная сеть постоянно меняющихся взаимосвязей. Современная наука согласна с этим утверждением и уже открыто говорит о пучках энергии, из которых состоит всё сущее, о квантовых скачках и других теориях, меняющих наши взгляды на материальный мир. Учёные говорят и о том, что Вселенную можно представить как огромную голограмму, в каждом фрагменте которой содержится всё её целое. В частности, такую теорию в 70-х годах выдвигали ученик Эйнштейна, знаменитый физик Лондонского университета Дэвид Бом, и авторитетный исследователь в области квантовой физики, нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прайборд. Учёные предполагают, что функционирование нашего мозга и окружающая реальность тоже базируются на голографическом эффекте, отражая целое в каждой своей частичке, в связи с чем нельзя недооценивать взаимосвязь нашего внутреннего мира с внешним миром, влияние работы нашей мысли на физическую действительность. Если человек осознает, что его мозг — не отдельная сущность, а динамичная часть безграничной энергии открытой Вселенной, он сможет стать активным творцом, а не сторонним наблюдателем происходящих вокруг него изменений. Мы привыкли чётко разделять наш внутренний мир, мир наших мыслей и эмоций, и внешний мир, мир событий, других людей, предметов. Зачастую внутреннее сознание лишь отражает события внешнего мира.